Коксогазовый завод – это сложное технологическое производство. От работы каждого цеха зависит выход продукции. Одним из них является цех улавливания. Цех улавливания занимается тем, что коксовый газ, который идет с коксового цеха, он в нашем цеху очищается. При этом получаются продукты, которые в дальнейшем используются в химической промышленности, такие, как каменноугольная смола, бензол, фракции ароматических углеводородов. И при этом газ очищается для того, чтобы в дальнейшем он поступил в коксовый цех для обогрева коксовых батарей. Мастеру цеха 35 лет. В старших классах ему мечталось о многом – стать космонавтом, врачом или психологом. Но он выбрал химию. Поступил в химическую школу при Российском химико-технологическом университете имени Менделеева. Ну, и все завертелось, как бы химия понравилась мне. И, соответственно, потом поступил в университет Менделеевский. И сразу после получения диплома, грубо говоря, там пару дней прошло, и все, я здесь на заводе оказался. Виталий Панов трудится на заводе уже 7 лет. На мастера любого цеха ложится большая ответственность за оборудование, за выход продукции, безопасность людей. Цех улавливания – не исключение. Первый подсказчик и помощник – это мой мастер. Подскажет мне по работе, если что-то у меня не получается, или что-то я не знаю по технологии. Потому что у него тоже высшее образование, как у меня. И мы с ним находим общий язык на заводе. Есть темы, по которым мы можем общаться. У нас и возраст одинаковый с ним. Московский коксогазовый завод всегда был гарантом стабильности жизни рабочих. Не считая, конечно, перестроечных времен. Когда сокращалось производство, требовался ремонт цехов, естественно, сокращались рабочие места. Сейчас предприятие работает примерно на 80% заводской мощности. Текучесть кадров снизилась. Коллектив стал более устойчив. Этому немало способствует стабильная зарплата. Правда, не каждый пришедший может освоить это сложное производство. Должны знать свое оборудование, соблюдать технику безопасности. Это в первую очередь, потому что производство опасное. Ну и, как говорится, любить свою работу. Заводу в 2016 году исполняется 65 лет. Ни одно поколение заводчан работали и работают здесь. Но и вновь пришедшая молодежь продолжает славные традиции. Любить свое дело. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Анастасия Мурхонова, Видное ТВ.